Музыка Ежегодно фестиваль созвездий юных талантов становится центром притяжения творческих школьников нашего города. Одним из самых многочисленных в плане участников направлением является конкурс хореографии, который три года назад разделили на две части – народные танцы и современные. Для многих коллективов участвовать здесь стало уже приятной традицией. Я не переживаю. Мне вообще говорят, что у меня сцена как дом. Я не волнуюсь. Я немножечко переживаю. Я когда волнуюсь, я просто представляю, что сцена – это просто класс. Класс наш. Я просто танцую, как фу, ни о чем не думаю. Только о танцах. Верните мне меня, я больше не играю. Верните мне меня, зачем мне ланта такая? Среди участников коллектива не только от учреждений дополнительного образования, но и от школ нашего города. Ребята из седьмой выступили с несколькими номерами. Один из них – должны смеяться дети в номинации «Эстрадный танец». Учить движение и заниматься в классе несложно, а вот выйти на сцену всегда волнительно. Эмоции переполняют, потому что мне надо было каждый номер почти переодеваться. И вот то, что еще прически должны быть разные. Мне нравится ходить на танцы, потому что там весело. Ты можешь стать гибче, и там выступаешь, и дипломы дают. Детство! Детство! Добротой, не грязно, грязно! Детство! Детство! Завтращит людей, семья! Оценивает выступления профессиональные жюри. В их числе руководители хореографических коллективов «Нефтьюганска». Подобный опыт помогает более точно давать оценку участникам. Внимание обращают на уровень мастерства, отточность движений, подборку хореографического и музыкального материала. По словам председателя, успех есть не только у мэтров, но и у новых в городе педагогов. Есть новички, есть новые педагоги, которые появились в школах средних, и они имеют хорошую специальность, хорошую подготовку. И детей в том же духе воспитывают. Это приятно видеть. Но мы стараемся их привлечь сюда, и мы видим их, что они растут. Растут и прекрасные дети, и хорошие педагоги, подготовленные, с хорошим вкусом. Неординарные постановки, кстати, есть. Очень красивые, очень красивые. И спасибо им надо говорить. Теперь судьям предстоит подвести итоги. Всего было представлено несколько десятков номеров. Лучшие в каждой из номинаций получат дипломы, а остальные – возможность показать себя через год. Организаторы надеются, что следующий конкурс соберет еще больше талантов. Екатерина Балакина, Олег Елькин, телерадиокомпания, Юганск.